проговорилась вот и проговорилась у меня как-то спровоцируя же умеешь это делать вот до чего до шоу прогресса сереги пмс ты же не такая ты же не такая света про какая такая ты милая а как если ты жест какие-то меня бы довела ну я злая только со злыми я даже боюсь эти слова произносить не скучно было здравствуйте прелестники и прелестницы в гостях у меня певица даяна брюд и от нее дурманит в голове так же как хорошо шампанского почему от тебя такая реакция почему меня заводишь я не знаю свет мне сложно понять я же сама от себя не могу через зеркало там зажигалка просто я это думал что я зажигалка ты чё сидишь тут не это портишь аура не портишь аура подогреваешь куда-то куда-то я так как пороховая бочка ну хорошо но значит есть еще куда стремиться на всех так влияешь ну говорят что я зажигаю да но на самом деле я когда я дома одна в тишине я очень такой человек думающий где-то занудный но когда я выхожу в люди и наверное сцена меня так закаляет то я начинаю да как-то светить всегда мой девиз сидит всегда светить везде да чуть зашепелявила свист как в этом плане мы тоже похожи потому что я люблю зажигать там если на сцену выхожу все я прям совсем другая но дома я люблю созерцать или я люблю смотреть наблюдать вот это все это часто кстати у творческих людей такая история есть видимо нам надо посытываться да вот эту энергию восстановить наблюдать я вообще люблю по жизни я наблюдатель я меньше говорю больше слушаю смотрю как люди себя ведут смотрю что они мне говорят что они говорят о других людях последних наблюдений что интересно заметил не обязательно даже могут быть люди ну а людях заметила что чем больше люди говорят что вот я такая я такая честная я такая добрая я то насторожить и сразу да думаю боже ну почему люди о себе так говорят это же другие о тебе должны так говорить но мне как-то вот родители приучили скромнее быть а скромность не мешает шоу-бизнесе она вообще зачем скромность она должна быть в меру а как прочувствовать эту меру вот например подойти подойти и сказать вот я слышал проект новый открывается вот я точно подойду под этот проект это нормально это нормально а что уже будет ненормально если начнешь жополистом заниматься ну как это изобрази ой вы такая хорошая такая красивая и бежишь на встречу человека особо не знаешь с распростертыми объятиями говоришь какая-то красивая а потом просьба заискиваешь да потом начинаешь сразу говорить а вот можно красную дорожку привести она модно люди любят лезть вот еще одно наблюдение в шоу-бизнесе и причем такую изощренную если ты просто говоришь от души комплимент вы прекрасно выглядите это уже никому не интересно им интересно когда ты вот прям весь изнутри аж прям выворачиваешься выворачиваешься и они такие а ну ничего да да причем понимаешь что они понимают привыкли уже это ужасно вот это меня прямо раздражает слушай ну а вот на всех этих тусовках там с нами так и происходит знаем друг друга не знаем за что целуются обнимаются да да есть такое что это такое а а ты почему так же ведешь себя нет я стараюсь быть откровенной на самом деле я я общаюсь с человеком я вот мы с тобой ехали разговаривали если я с ним общаюсь я о нем хорошо думаю либо я прекращаю с ним общаться есть там определенные причины и могу не то что я разношу это но если как бы в тему я могу сказать там что было причиной того что мы перестали общаться но я стараюсь быть откровенной либо я общаюсь либо я не общаюсь как бы но заискивать или там лизать части тела я не буду это не мое тело не мое тело поэтому я так долго иду своим путем вот вот и долго некоторые прям короткий промежуток хоп-хоп они уже тут налезали налезали и все я не вот в эфире ну в общем лизуны профессионал мне приходится да вот так вот я хотела себя спросить а что мешает тебе тоже семь лет до пробиваешь на дорогу а что мешает тебе стать супер звездой хит наверное нужен хит песня вот как всего лишь всего лишь гениальное просто но непросто но некоторые композиторы вон штампуют и штампуют хиты фадеев тут же у меня нет там 40 100 тысяч долларов или евро для того чтобы купить песню у этого человека который она не факт что она будет хитом и она будет мне нравится потому что у меня вкус определенный но на радио она естественно стреляет потому что такие люди они берут у тебя деньги и они сразу могут пролоббировать твою песню там на радио и все равно не нет никакой гарантии что ты станешь звездой нет то есть этих денег должно быть в ли ее вливание не один раз нет ни один а ты где находишь деньги на клипы на вот это все продвижение я нахожу во первых людей недорогих которые готовы иногда и за бартер сотрудничать то есть я каких-то композиторов до великого композиторов клипмейкеров да и с ними сотрудничать там на взаимовыгодных условиях а вот горченко в свое время говорил не полежишь на диванчике не попадешь на экранчик мне кажется в шоу-бизнесе это может такую аналогию провести ты жал на диванчик пока нет но все еще впереди пока вот и сижу 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 с тобой быть может я когда поступала в ангелный журфак у нас все говорили на экран через диван потому что нас прям на первом курсе после всех экзаменов еще был отдельный отбор на кафедру телевидения и как раз отходила такая штучка а вы знаете что на экран через диван ну все так шутили но я тогда конечно не было не смешно и я думала что в шоу-бизнесе совершенно все по другому я была такая чистая там 17-летняя девушка и ходила вот на кастинге фабрики звезд отстаивала очереди по пять часов на 1 только отправляла кассету на все остальные я стояла в очередях и думаю что все честно и даже мой папа который старше меня в три раза он так думал и вот только сейчас углубляясь все все глубже глубже шоу-бизнес уже у нас по-другому начинаются глаза открывать ну подожди а в чем не честность все-таки могла быть все за деньги постоять могли заметить кассету прослушали на конкурсе как волна называется новая волна новая волна ты все-таки дошла до финала да нет до полуфинала до полуфинала тысяч заявок меня рассмотрели увидели и отобрали сто человек ну это честно же отобрали это честно ну вот а когда начинается не честно когда финал я не знаю я не продюсер я только учусь когда не попадаешь да ну возможно там из 20 человек один какой-нибудь честный понимаешь чем дело что я опять же в этом году пробовалась на новую волну и я открываю такие вещи что там вообще другие масштабы там за 100 тысяч долларов с тобой связываться не будут да впрягаются президенты республик за людей которые участвуют отправляют от своей республики на конкурс поучаствовать там совершенно вообще другие деньги понимаешь другие масштабы ну это если продолжить тему конкурса вот про голос да детский голос особенно потому что дети души ранимые у родителей амбиции много и каждый родитель думает что у него ребенок самый гениальный а если уж родители известные популярные то другого и быть не дал не должно да вот но страдают подчас дети да когда их родители выставляют вот такой удар они принимают какие-то манипуляции проводят а люди то не дураки глаза уши есть сколько бы ты там не купил но всех не купишь правильно всех голосов и зрителям рот не закрошусь сейчас соцсети все это прекрасно обсуждается это я к тому что вот победила дочь калсу да то что это очень активно обсуждаться и ты очень так завелась прям взбудораживалась буквально так же как я твоей фамилии брют вот смотри я тебя хочу зачитать как сергей трофимов это в соцсетях есть поэтому я думаю я могу смело это зачитать его комментарии по этому поводу у него действительно очень талантливая девочка лиза это не говорю не потому что у него но он сергей трофимов и вот у него лиза должна быть обязательно талантлива нет ну вот реально талантливая девчонка очень очень крутая поет хорошо причем джаз вот вот смотри что серега написал я вообще не очень понимаю смысл этих конкурсов если честно если только себя заявить публики но для себя самого потому что публика через месяц тебя забудет и нужен оригинальный материал способны при должной капитализации стать мейнстримом на всех радио и телеканалах ведь шоу-бизнес не зря так называется поэтому я лизоньки не советую идти на голос во-первых чему их могут научить наставники которые в преподавании вокала с сцен движения театральной дикции понимают как я в балете во-вторых по-настоящему сложный репертуар публика не схватывает уж простите ну и далее далее вот как бы ты прокомментировал я вверх его уважаю очень как исполнители мне очень нравится его песни они действительно мелодичные красивые песни не то что сейчас исполняют а хорошая такая эстрада глубокие душевные я это все очень ценю в репертуаре репертуар оригинально это очень важно кавера уже никому не интересны но как бы шоу-бизнес такая закрытая история как бы хитов казалось бы много но в каждый хит который мы слышим сейчас это станции вложено огромные деньги но действительно так детские конкурсы я бы запретила либо не должны быть первые вторые места и так далее все поучаствовали все молодцы то что у нас в россии вот такая вот история самый лучший самый гениальный самый все дети самые самые все дети хорошие все дети талантливые это действительно факт то что носу вот так вот на дочку на ее наехали я не согласна мне нравится ее подача у нее хорошая манера пения она современная потому что сейчас все округляют этот звук все куда-то что-то орут кричат нет субтоны нет какой-то игры нюансов в голосе главная нюансировка когда душа у тебя поет и чувствуешь что голос он он у тебя какие-то минимальные не просто крик ор как все сейчас делают а именно вот игра этим голосом она фирмачка она фирмачка не первая не первая я вообще с этим не согласна с местами я говорю что я бы вообще отменила бы да и конечно для детской психики такие конкурсы но я бы не хотела чтобы моя дочка попала бы в такой ситуации я бы ее бы не отправила ну потому что это не это неправильно это очень тяжело даже мне было будучи не ребенком участвовать в полуфинале новой волны это огромная ответственность это очень тяжело для психики а главное что потом когда ты разочаровываешься тебе сложно и заниматься и ты в себя не веришь и ты просто месяц выходишь из этого состояния реально месяц ты не фантазируешь что и правда рассказывать а так было у тебя я месяц вообще не могла еще заниматься да я просто ну как бы пыталась опять снова чем-то воодушевиться в себя поверить что это тяжело но подожди но это все-таки тоже победа дойти до полуфинала почему у тебя такая была реакция что нам всегда хочется больше это я сейчас понимаю что каждый мой шаг это путь и это часть моего пути но тогда мне хотелось все и сразу но это нормальная позиция молодых людей все и сразу ты юношеский максимализм это нормально ну да сейчас да есть какая-то какой-то опыт какая-то мудрость что еще там много ты читала я абсолютно совсем согласна абсолютно да и действительно что люди которые сидят в жюри но учиться надо у других согласна полностью ну в общем в очередной раз может быть родители которые захотят своих детей отправить вот этот под этот удар по другому я никак не могу сказать да своего ребенка сто раз подумайте потому что это действительно стресс это уже говорю как как психолог вы его туда запускаете и понимаете что он там один этот малыш у которого еще не сформировалась психика и как это дальше отразиться на его жизни это очень сложно можно также проследить ничего хорошего когда дети в кино снимаются маленькие да потом тоже у них как что-то с головой какие-то манипуляции происходит тоже ничего хорошего если посмотреть и спиваются и в жизни себя не находят то есть это должно быть все очень в разумных пределах можно еще скажу самое страшное это то вот когда я думаю об этих детях что в их жизни это может быть самое яркое пятно и больше в жизни ничего ярче не может быть сколько участников шоу голос да это же все вот так вот такая феерия первый канал подписчики все такое потом хопс и все это может быть действительно быть самый самый лучший момент в жизни этого ребенка и не обязательно что самый лучший потому что конкурс подразумевает то что будут те которые тебе говорят нечестная победа недостоин этой победы нет ты заняла чужое место или ты занял чужое место это обязательно будет я тоже отменила все конкурсы и вообще начиная там самого маленького возраста то что у нас была построена этом советская система надеюсь сейчас может быть от этого уходит в чем я сомневаюсь это вот постоянно сравнивать кто лучше кто хуже тебе первое место тебе второе вот я была тем ребенком которую надо было постоянно хвалить вот только ты меня начнешь критиковать я вообще уйду в такую депрессию мне это совершенно не нужно было не нужно меня нужно было хвалить и я считаю всех детей надо хвалить а родители это те люди да которые вообще пусть весь мир будет против а мама с папой должны быть рядом да за тебя вот это тогда да тогда сформируется сильная личность которая ничего не боится в этом страшном мире просто проблема нас людей в том что мы фокусируемся и зацикливаемся всегда на плохом они акцентируемся на чем-то хорошим нам надо больше акцентировать внимание на хорошее это развивать а мы все время куда-то вот что хорошего сегодня был в твоей же в твоем дне сегодня я тебя но он еще не закончила спасибо да я была сегодня накрыл капсуля в салоне еще съел мороженое вкусное познакомилась с прекрасными людьми и у меня сегодня программа съемка я который я ждала достаточно давно и разговор интересный и еще у меня вечер весь впереди я думаю что еще много будет всего позитивного и хорошего ты мне доказал что ты человек позитивный естественно и видишь все хорошее потому что часто бывает такое что люди себя похвалить не могут сразу ступор какой-то входит и не могут назвать ничего что было бы хорошего в этот день я таким не завидую вот это очень тяжело но поэтому ты не мой клиент да все неинтересно я тебе я была ты сюда только интересных клиентов вводишь кстати нет разно бывает а когда ты вот упала в такую депрессию после конкурса как ты сама себя вытащила как мюнхгаузен завоз ну просто какое-то время прошло какое-то время прошло я продолжал и я понимаю что я хочу снова музыкой заниматься но я не могу без нее то есть это для меня как воздух и поэтому я понимаю что я скучаю я снова начинала петь его таким образом выходила из ситуации дала себе время пострадать настрадаться как следует переработать себя наругать а потом все уже этом дело надоело появились новые силы и все и пошла да но это очень мне было нужно потому что сейчас из таких ситуаций я выхожу гораздо быстрее а почему ты полагаешь что в шоу-бизнесе вот все было только у тебя не было и обязательно ты должна свою нишу какую-то занять вот как бы ты ответил на этот вопрос все дело в материале потому что я люблю музыку в себе а не себя в музыке интересно теперь возвращаясь к твоим откаты как я сейчас это сказала знаешь как не запуталась не напекло здесь хорошо прохладно да скажи пожалуйста вот говорят что в шоу-бизнесе люди нетрадиционной ориентации либо евреи а ты какому клану приближешь я о но здесь лично там и сина нет ну правда как тебе или это миф или это все ерунда не обязательно вовсе ну или это тоже тебе мешает добиться успеха потому что ты ни к первому не принадлежишь ни к второму нет кстати у меня подожди волосы кудрявые дед был яков поэтому возможно какие-то еврейские корни у меня есть так что посмотрите на меня хочешь я поделюсь своим оригинальным ответом когда меня спрашивают давай при это еврейка я говорю кто нынче хорош вот что я сейчас сказала ну да хорошая история вообще тема такая есть да про людей которые любят друг друга однополых я к этому не очень хорошо отношусь я к этому вообще не отношусь нет я к этому вообще не отношусь но меня это на самом деле даже где-то очень раздражает я в себе это перебарываю потому что когда ты создаешь избыточный потенциал это с тобой может случиться да это как латентные геи значит которые я не гей я не гей но понимаю что могут поэтому я не хочу хочу чтобы мои дети были нормальной ориентации поэтому если вам так и нравится живите друг с другом но единственное я за детей приживаю которые однополые браки берут детей и их начинают воспитывать естественно он видит эту картину мира а что будет дальше и это нечестно по отношению к детям мне кажется их же никто не спросил это же понятно что уже будут дополнительные вопросы какие-то оглядки со стороны общества да в классе как мы живем 17 лет с мамой с папой и у нас все гены да там 60 процентов а остальное житье с родителями и когда мы видим папу и папу как бы ну естественно что у человека будет потом это нормально ну в общем шоу-бизнес ты заняла свою нишу не обязательно кому-то там я же я хочу или дед яков спасает это это и все и хватит на это свой репертуар хочу потому что он у меня оригинальный и я им горжусь а вот в чем оригинальность докажи мне сейчас в том что есть там мелодия есть душа эти песни они написаны авторами не за копейку а за за жизнь про жизнь они ее пережили они ее родили выносили они просто вот сейчас как пишут под копирку песню одну и ту же ну хорошо давай так вот кто нас будет смотреть еще не знаком с даяны брют вот ты сейчас возьмешь и продемонстрируешь свой оригинальный репертуар причем в живую абсолютно точно потому что никакой тут ни фанеры ни плюсы ни минусы ничего этого нет ну да я могу спеть я вообще только за на что спеть рок-н-ролл надо комиссию что ты называешь у меня оригинальный репертуар рок-н-ролл он это как бы в африке рок-н-ролл какую-то медленную песню наверное не поймут все таки нужна какая-то поддержка я рок-н-ролл спою давай что хочешь ты вчера на танц в клуб со мной не пошел не умею танцевать я рок-н-ролл он для меня словно тяжкий рок но кто же нас мой первый танцевальный урок буду я плясать без отдыха три дня что вновь снова ты любил меня пока никого нет дома под грохот магнитофона учу старый рок-н-ролл и плачут стены и пол вдали от взглядов людей танцую стенью свои уличка спасибо у меня даже мурашки побежали у меня тоже что-то побежало может тоже мурашки ну вот я как раз о том о чем говорила но ты слышишь да вот когда есть такие нюансы когда капельно поешь ты их слышишь когда поешь под фонограмму все журчит шкварчит и в принципе этих нюансов уже ты не услышишь а капельное пение оно прикольно тем что слышно вот это вот вся я не умею петь а с другой стороны хорошо что я не умею петь почему а то бы еще и туда поперлась а мне кажется что все в наших руках и можно научиться главное найти грамотного коуча не не я лучше буду танцевать а хорошо а танцуй тогда сейчас твоя очередь я привязана не сейчас сейчас не время ну ладно так скажи а с какой вот героиней художественной литературы ты себя ассоциируешь с Клитом Нестра почему с ней кто это с кем ты сказал с Клитом Нестра а кто это это античная литература да я шучу мне просто это имя нравится мы все время прикалывались на первом курсе когда учились у нас была античная литература мы уже читали очень много и это было такое сложное имя его было сложно как сказать выговорить но я его выучила Клитом Нестра Клитом Нестра Клитом Нестра да что то такое созвучное с кое чем ну да я поэтому и запомнила первую часть так что запомни Клитом Нестра я не знаю ни с кем ни с кем а если про сказку подумать не знаю я не думала об этом представляешь я подумаю на медне и тебе напишу но я не думала ну ладно а какое твое любимое выражение такая крылатая фраза что ты любишь ее повторять я вообще обожаю пословицы и поговорки но вот мой девиз светить всегда светить везде и оставаться хорошим человеком а что значит быть хорошим человеком это же сложно порядочным быть ну это все из семьи наверное идет то что меня до сих пор родители они за мной наблюдают они мне где то говорят может быть там как правильно себя повести как что я сделала не так а сколько лет тебе ты стесняешься сказать свой возраст нет я не стесняюсь но просто не говорю а вот ну я так понимаю что ты уже совершеннолетняя девочка а то что мама мама с папой тебе говорят что такое хорошо что плохо нет они не говорят я просто могу например вот есть что то случилось произошло я могу позвонить папе потому что я папина дочка и чаще у меня с ними такие глубокие глобальные разговоры и он мне может посоветовать он меня очень хорошо понимает вот я видела твою семью мама с папой очень хорошие приятные люди произвели у меня такое впечатление а дальше на презентации твоего клипа были вот эти вот ролики откровенные где и грудь видна где я немножко раздвинула раздвинула сдвинула ну и мне почему-то нет я нормально к этому отношусь но именно в тот момент я подумала про папу как он реагирует вот как он реагирует кстати я не ожидала не ожидала наверное нужно было перерасти в какой-то момент чтобы все было так ровно и нормально он наоборот говорит что ну сейчас такое время но так как у меня есть что показать и я действительно сейчас понимаю что потом не будет такого тела и уже это не снимешь естественно у меня что-то там такое на грани но это не порнуха это наверное чуточку эротизма ну вот есть пару клипов в общем папе нравится да надеюсь что и другим нравится папе нравится но опять же все зависит от репертуара от песни я не буду голой раздеваться если песня там про родину например а там все как бы вот пошло пошло и пришло вот к чему пришло без эпатажа трудно представить себе шоу-бизнес а вот что точно не будешь делать ни за какие деньги вот как не уговариваете я хотела сейчас сказать не буду петь песню которая мне не нравится и душа не лежит ну нет если скажут что ну да деньги хорошие заплатят фото спою глава душа спи сделаю что-нибудь такое чтобы понравилось ну естественно там не убью не ну предавать тоже не хочу лучше просто уйду в сторону ну на шоу пойдешь вот по сценарию который тебе предложат на какой-нибудь федеральный канал и про себя какую-то лабуду рассказывать пока нет ну пока нет потому что не предложили или пошла бы если предложили нет пока бы не пошла хочу как-то меня еще не знают и выходить с какой-то такой историей в люди меня будут потом с ней ассоциировать ну пока это говорит о том что ты могла бы пойти на такие сценарии которые пишут за тебя и наверное ты будешь выглядеть не очень мягко говоря симпатично ну и пофиг главное что говорить ну и сейчас я говорю что я все-таки моя репутация мне важна поэтому заходить с истории вот такой вот чтобы обо мне узнали да она брют а это вот та которая там переспала вот с этим то нет я не хочу я даже на дом 2 поэтому не иду 1-1 1-1 1-1 нет вообще-то да шоу это нет 1-1 никакого не может быть потому что я там психолог а где быть психологом и психиатром только на дом 2 да кстати так что нет именно вот в эту программу мне давно говорят да иди сходи пропиарься там подписчики все дела но я не хочу не кстати классная программа в плане экспертов очень хорошая история не эксперты хорошие да и ты можешь искать свою позицию они спокойны в этом плане ничего не урезают ничего не придумывают ничего тебе не предлагают говорить что ты не хочешь сиди и просто эту ситуацию оценивай как тебе нравится очень классно здорово мне нравится ну вот я тебе говорю о том что могла бы но не иду и даже на дом 2 не иду ну хорошо вот смотри есть такая девочка какая-нибудь там или мальчик в каком-нибудь там урюпинске сидят смотрят и говорят ну хорошо если у Даянки получилось вот она решила что она хочет петь и вот у нее такие вот результаты и я хочу с чего начинать или не начинать во-первых я очень рада всегда если я кого-то к чему-то мотивирую потому что когда я из своего маленького города деревенского типа поступила в МГУ после меня люди тоже поняли что они могут это были я была там 3-4 ну троечки были у меня там по математике по химии а люди были отличники и после меня как я поступила они тоже поступили на журфак и тоже там учились то есть я вот смотивировала потому что они поняли что не все за деньги но я ездила год на курсы а вот начинать с чего вырабатывать в себе индивидуальность здесь важна индивидуальность если вы пишете песни окей пишите выкладывайте это пойти это как-то оригинально тембр какой-то в себе опять же тренируете чтобы ваш тембр отличался от всего остального вот это важно и дальше в музыке а дальше сейчас интернет сейчас интернет все в интернете я просто говорю очень честно выкладываешь свои да какие-то записи развиваешь свои соцсети выкладываешь записи ютуб канал развиваешь и шикарно себя чувствуешь если талантливо тебя заметим да я думаю что да если человек верит в себя и он не променял как вот у нас там мне говорили закончишь музыкальную школу пойдешь танцевать рисовать и так далее я говорю да не ну я хочу вон Вася рисует в итоге Вася бросил музыку бросил бокс бросил рисование понимаешь если как бы человек настроен и он действительно знает что он это хочет он будет к этому идти в итоге он достигнет успеха и результата а что значит вырабатывать свою индивидуальность разве с ней не рождаются темб нет а ты имеешь чтобы про голос только тембр репертуар подачу какую-то харизматику нет с этим не рождаются ты хочешь семью свою да очень почему ты ее не создаешь я создавала и создавала создавала пока неудачно да все на себе все на себе но не получилось на себе два раза создавала и оба неудачно да оба были с кольцом но уже было поздно я я очень эмоционально я очень наверное давила на человека своим каким-то желанием ему помочь выбиться в люди а ему это было не надо и поэтому такое двойное давление из жизни от жизни от меня а мне это хочется больше я понимаю что с этим человеком я не пойду уже в разведку потому что ему я не нужна если я буду успешна то я ему буду нужна но только потому что я успешна поэтому я таких людей быстро отхожу и как бы я поняла что одного я не любила уже в конце по итогу и поняла что остальную жизнь я с ним не проживу а второго я любила но все было притянуто за уши я хотела я добивалась я что-то выдумывала придумывала в итоге как бы человек был со мной но ему это было не надо я 7 лет так прожила и поняла что я не готова тянуть дальше все так же на себе лучше буду одна а ты вот смотри ты говоришь я одна а чувствуешь ли ты какой-то знаешь что недостаточно счастлива нет я не чувствую я абсолютно счастлива потому что у меня есть мое любимое дело которое меня спасает от всего я всегда советую людям найти то что действительно им нравится какой-то хобби если вдруг у вас там не знаю что-то случилось произошло это вас может отвлечь от невзгод неурядец вы можете развиваться это же очень круто а вот наши биологические часы которые тикают они тебя волнуют тревожат ты можешь родить ребенка для себя потому что уже пора пока нет пока для себя я думаю что у меня еще есть запасе но вообще вот такая формулировка родить для себя конечно ребенок это очень важно для женщины конечно да я хочу ребенка я хочу заниматься его воспитанием я хочу заниматься его развитием вообще хочу оставить после себя потомство не только музыку и творчество но я хочу конечно чтобы хочу увидеть каков будет мой ребенок это важно это женщина это для женщины важно родить это самое главное а для тех кто не может родить и будет смотреть нашу передачу ты им в самое сердце сейчас что ты им сейчас скажешь у меня есть такие примеры они находят как-то себя они находят близких своих родственников у кого есть дети помогают и им этим детям записывают на них квартиры приезжают гуляют с ними и как бы двигаются работают на двух работах ради того чтобы помочь там своим племянникам ну то есть всегда можно эту энергию куда-то вот растратить не обязательно что это будут твои дети да чужих детей не бывает мне очень нравится эта фраза не бывает чужих детей не бывает мне очень нравится эта фраза согласна с тобой я много участвую в разных концертах и вижу разных деток которые как их называют знаешь особенно с особенностями с особенностями в развитии да поэтому это очень тяжело выступать там тяжело но ты выходишь и ты даришь им тепло даришь им радость и возможно ты им частичку добра и счастья тоже принес скажи пожалуйста давай сейчас пофантазируем а потом пройдет несколько лет да и мы посмотрим совпали эти твои образы и предсказания или нет пофантазируй какой мужчина будет твоим мужем как он будет выглядеть чем может быть будет заниматься вот опиши его а мы потом посмотрим совпадет или нет ты знаешь ты мне задаешь этот вопрос а у меня конкретный мужчина даже в голове уже есть нет выходит но как бы это так это ничего серьезного но вот мне бы хотелось образ это взрослый мужчина сорок сорок три года ну до сорока пяти ну может быть может и до пятидесяти я не знаю когда я его встречу а может до шести десяти знаешь я люблю когда заботиться вот мужчина который вот такие заботливые то есть вот он будет прямо обо мне как о дочке заботиться заботливый отцовская должна вот такая да да вот прямо что-то такое отцовская да и вот чтобы я за ним тянулась и я могла не быть серьезной а быть вот вот такой вот как девчушкой хохотушкой да 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 вот чтобы он это понимал и чтобы он просто вот на меня с улыбкой смотрел и не считал что я какая-то это айлюлю или я не серьезная потому что ну чтобы понимал что у меня в жизни достаточно серьезных моментов а вот с ним я хочу быть такой знаешь легкой незагруженной ну и конечно важно важно чтобы от него хотелось детей вот это самое главное мне кажется ну просто когда встречаешь своего мужчину то первая мысль возникает я хочу от него ребенка слушай я такая что у меня от всех от всех хотела нет знаешь у меня есть такое что я быстро загораюсь и быстро гасну естественно ну как и любая женщина если он успел в этот период пока ты горишь да у меня так не дай бог ты что потом думать блин зачем я не 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 так не хочу и в общем эти мужчины они что-то я смысле сбилась эти мужчины боже ну смысл я в общем не важно проехали ну смотри давай начали фантазировать тогда фантазировать дальше сейчас ты фантазируешься света да и вот у тебя сын сын да мне тоже кажется у меня будет сын да вот у тебя сын и этому сыну 12 лет я не знаю ну просто сейчас пофантазируем а потом проверим через год-два да интересно вот ну сын подойдет к тебе когда ему будет 12 лет это не год-два понятно он подойдет тебе и скажет мам вот я тебя такого удара просто не ожидал посмотри что я нашел и все в классе все в классе вот это обсуждают понимаешь это просто мой клип прогоним где я сразу тебе говорю мой клип прогоним я скажу сынок я еще тогда была молода еще было что показать да и время было другое сейчас посмотри вон с голой одним местом показывается поэтому это еще очень скромно так что объясни ребятам пусть на чай приходят я им спою эту песню вместе споем я вам скажу давай знакомимся вообще не обращай внимания найдешь слова которые его утешат я вообще у меня характер такой знаешь не пробьешь мужской нет пробьешь я очень чувствительная а мужской в чем я не ною никогда я стараюсь вот как мужчина если какая-то такая ситуация то я прям беру себя в руки что-то начинаю разруливать а не так как начинают там кто-то плакать вот вот какие-то такие ситуации сейчас что вспомнила из последней сплетни в шоу-бизнесе чего там кто там с кем там расскажешь да я набрет оно здесь мужчина там женщина тут мужчина а там женщина сплетни сплетни я не знаю какие сплетни я вот что работала за пультом на телеканале я в этом не лезла в свои коморочки сидела даже если приходили рассказывали я делала вид что я этого не слышу не хочу не люблю я это правильно это силы забирает эмоции мне есть чем заняться у меня своя жизнь вот такая вот такая отличная вот что-то слушать тем более через ваш опыт все что мы выносим и доносим это идет через наш опыт то есть не факт что кто-то что-то там так сказал ты принес ты сказал как как вот моя девушка любит котиков вот я ей котика подарил а может быть этот котик ее кусанул в жизни она котов терпеть не может понимаешь вот как бы разница поэтому я не слушаю это никогда а я знаешь о чем подумала но про других говорю пусть говорят в шоу-бизнесе главное чтобы безразлично не было согласна с тобой да ты знаешь вот я словила сейчас на мысли кто приходил из шоу-бизнеса все вот такие знаешь не любят спать сплетни слушать все добрые все порядочные все такие хорошие а может Mireya во-первых мы с тобой уже посплетничали пока мы ехали сюда все что можно было сказать мы по обсуждали а чем кстати обсуждение от сплетни отличается сплетни это ложь обсуждение это обсуждение адекватное то есть как я это видела ситуацию я ее рассказала как ты видела эту ситуацию ты рассказала это твое мнение это мое мнение да А в какой момент начинается уже не обсуждение, а сплетни? Ну, когда начинают придумывать, выдумывать, добавлять своего. Ну, значит, мы с тобой... Ну, мы с тобой добавили. Например, что мы добавили? Нет, мы ничего не придумали. Ладно, неважно. Тем более, что и будет слишком много, мы уделяем времени тем, кто этого не достоин. Да, короче, мы точно не сплетницы. Подумаешь, взяли и пообщались. Ладно, заканчиваю передачу. Знаешь, что хотела? Все уже? Давай еще поговорим. А что, даже... Раздеваться не будем. Раздеваться? А то я на такой платье приготовила шовку. Что, серьезно? А как заводишь? Я могу. Смотри, вот ты говоришь, 7 лет уже дорогу пробиваешь. Вот сколько ты себе еще определила, что если вот не получится за этот период времени, то все, не хочу уже этим заниматься. И чем будешь заниматься тогда? Я вспоминаю иногда с журфака одну преподавательницу. И еще не закончив университет, она мне говорила, Ян, ну сколько? Вот тот же самый вопрос мне задавала. Вот не получится, ну определись себе, два года и все. И я так, нисколько. Это моя жизнь, это мой воздух. Ну я не знаю, как отнять там у тебя что, волос там или не знаю, зрение. Но это то, чем я дышу, это мое, то, что меня наполняет, то, что меня двигает вперед. Ну как я могу от этого отказаться? Согласна. Даже если будет семья, будет ребенок, я буду и ребенка к музыке приучать. Но ты же хочешь результат. Я хочу результат, он есть. Просто нам хочется всегда чего-то большего. Результаты на самом деле огромные. Я пою там, где я не мечтала петь. Я в гримёрках встречаюсь с теми, с кем я и не думала. Я выступала на таких сценах, которые тоже не знала, что такое со мной случится. Поэтому сейчас я практически везде. Мне люди говорят, Ян, да ты везде, да ты это. Мы тобой гордимся. Мне это очень приятно, но это ни в коем случае не останавливает меня. А у тебя есть свой пиар-директор? Нет, я все делаю сама. Вообще все сама. У меня нет ни пиарщика, у меня нет концертного директора, у меня нет развивающего человека в соцсети. Все делаю пока сама. Сама образы луки. Потому что нет возможности взять этих людей? Нет. Или потому что не доверяешь никому? Пока и не доверяю, и возможности нет. Ну и про планы свои расскажи на будущее, и где тебя можно послушать. Сейчас откроем. Я все записываю, у меня график. Ну, самая главная новость, я с 17 по 20 лечу в Сирию, выступаю для военных. Далее, возможно, на твоем любимом канале я выступлю в эфире «Бузово против Бородиной» в июле. Потом на конкурсах каких-то я участвую не в качестве конкурсантки, а в качестве певицы. У меня прям каждый день. Вот 8 числа мы идем к Оксане Федоровой на благотворительный концерт на Шабловке. Все в социальных сетях daianabrut.ru – это мой сайт, а в Инстаграме daianabrut есть все мои передвижения. 8 числа я у Оксаны Федоровой. Дальше делаем один интересный проект для Fashion TV авторский. Пока тоже... Проговорилась. Вот и проговорилась. На этой замечательной минуте мы с Дояной Брюсом. Света! Как это мы не знаем? Света! В общем, делаем проекты, и пока не буду ничего говорить, это когда сделаем, тогда уже покажу. Не люблю. Потому что, знаешь, говорят, что нельзя говорить о своих планах. Мне нельзя говорить о своих планах лишь потому, что тебя похвалили. Скажут, какая ты молодец. И вроде как уже дело сделал. И уже неинтересно. Поэтому сделаем, покажу. Пусть такой драйв еще остается, да, еще все в работе. Все у тебя получится, я в этом уверена. Ты правда очень светлый человек, легкий в общении. И дай бог, чтобы в нашем шоу-бизнесе побольше было таких вот замечательных людей. С нами была Даяна Брюд и ваш психолог Светлана Прелик. Я тебя не узнаю, Свет, ни одного каверзного вопроса. Ну, какой тебе каверзный вопрос? Ну, что-то... Ну, хоть и что-нибудь. Ну, евреи, и это самое. Ну, а что евреи? Ну, а ты сказала, что у тебя дедня... Еще скажу, бога веришь или не веришь, евреи или не евреи. Бога веришь или не веришь. Что, вообще ничего, никакую подковырку не хочу? Ну, какую подковырку? Ну, какую? Ну, какую ты хочешь по тебе подковырку? Не знаю, я думала, ты подготовила какую-то подковырку. Нет. Нет. Ну, хотя про постельку. Ну, ладно. Ну, окей. Не, ну, а как ты хочешь? А что ты хочешь? Ну, не скучно было? Да ну ты чего? Что скажете, нормально? Записал это? Ну, ответьте на те подковырки, которые вы ожидали. Прямо и... Я вот сейчас... И пропустили про это. А ты не записал это? Я думала, что я записал. А все же пишется. Запись продолжается. Я не знаю. Ну, давай, может, какой-то что-то... Может быть, ты меня как-то спровоцируй или что-то вот... Не знаю. Ты же умеешь это делать? Или чтобы у нас какой-то вот с тобой вот какой-то батл. Ты против, я за. Знаешь? Чтобы какого-то огня добавить. А то так как ты все миленько, чудесненько. Ты же не такая. Ты же не такая, Света Прелина. А какая Света Прелина? Такая ты милая. А какая Света Прелина? Ну, ты жесткая такая ты. Какие слухи входят в шоу-бизнесе? Ой, я даже боюсь эти слова произносить. А, ну, вот видишь. Воруешь проекты направо-налево. Вот, видишь, не верь слухам. Поэтому нет. Ты понимаешь, как вот ты уже привыкла, и зритель тоже привыкла к тому, что вот просто душевный разговор с хорошим человеком, и это кажется уже странным. Вот до чего дошел прогресс у Сереги ПМС, понимаешь? Да, потому что ходишь на Первый канал. А где же вот этот вот удар под их, да? А где же этот каверзный вопрос? А где этот скандал? Ну, или хотя бы до слез бы меня бы довела, ну. Зачем тебя доводить до слез, если у нас и так слез много в этой жизни? Куда ни посмотришь, все плачут. Все еще что-то. Я с тобой вообще во всем согласна. Вот, а сейчас пусть отдохнут душой. Ну, посидели мы, поговорили, просто по душам, посмеялись. Никто никому гадости не сделал. И ты поняла, что Прель очень милый собеседник. И я злая, только со злыми злыми. А тебя кусать абсолютно не за что. Абсолютно. Абсолютно. Спасибо всем. Смотрите ее попку. Спасибо всем, что позвали на программу. Я желаю вам удачи, вам успехов, новых проектов. Спасибо, моя девочка. Спасибо.